Факт номер один. Французский карикатурист и униформолог Дранер, известный своими карикатурами на солдат и офицеров 19 века, с достоверной и детально изображенной униформой, а также документальными зарисовками защитников Парижа во время событий 1871 года, считается также одним из первых бельгийских художников комиксов. Конечно, до Тинтина было еще далеко, но Дранер уже тогда создавал иллюстрации раскадровки различных бытовых и, как правило, юмористических сцен. А вот знаменитые Лилианы и Фред Функены наоборот начали свою карьеру как раз таки как художники комиксов, причем уже самых настоящих современных и цветных, в том числе и на историческую тематику. И только впоследствии создали фундаментальный многотомный труд по истории униформы. Видимо, работая над комиксами, они столкнулись с проблемой исторически достоверного изображения солдат разных эпох и народов и создали свою энциклопедию в помощь будущим поколениям. К сожалению, далеко не все художники комиксов о них слышали. Но теперь вы знаете, почему на веки войнах мы совмещаем и наполеоновских солдат, и персонажей из комиксов. Одно неразрывно связано с другим, как вы смогли убедиться на примере Дранера и Функина. Факт номер 2 В 1807 году к берегам Фиджи прибило корабль с Чарльзом Сэвиджем на борту. Еще несколькими моряками и целой горой огнестрельного оружия, неизвестного ранее еще на этом острове. Сэвидж сначала поступил на службу наемником к одному из местных вождей, и вместе со своими моряками он без проблем побеждал фиджийцев. И не только из-за огнестрела, как можно было подумать на первый взгляд, но также благодаря тому, что плевал на все ритуалы и табу местного населения, которые касались введения боевых действий. Например, фиджийцы не могли начать битву без приказа своего короля. Для них было табу нападать на вражеского вождя, они воевали только в определенные месяцы и не ожидали нападения в другое время. Сэвиджу было плевать на все это, и благодаря этому он очень быстро превратил Фиджи в кровавую баню, учинив там настоящий геноцид. Когда Сэвидж наигрался в бога войны и решил вернуться домой, местное население не захотело его так просто отпускать, устроило засаду, и потом в ходе переговоров с вождями Сэвидж был убит. Факт номер три Если вы когда-либо сталкивались с произведением стимпанка, то замечали особую атмосферу викторианской Англии второй половины 19 века с небольшими фантастическими доработками. Особенно интересно для нас стимпанковское оружие, которое зачастую, как это ни странно, имеет вполне реальные аналоги, но которые были изготовлены всего в нескольких экземплярах и не имели большого распространения. В целом в стимпанке распространено три вида оружия. В первую очередь это многоствольные пушки и пистолеты. Чем больше стволов, тем лучше. Начиная от ружья пакла и заканчивая гатлингами и викторианскими миниганами. Едва ли не в каждой стимпанковской книге вы найдете слово «пеппербокс», означающее многоствольный пистолет с вращающимся блоком стволов. Еще один вид оружия популярного в стимпанке – это комбинированное оружие, когда кинжалы скрещивают с пистолетами, а сабли с револьверами. Еще в стимпанке любят прятать шпаги в трости, а пистолеты в ключи и другие предметы обихода, что более обобщенно называется оружием скрытого ношения. И также вполне реально существовало на самом деле. Факт номер 4 Вы знали, что в мирной версии флага Венецианской Республики крылатый лев Святого Марка держит в лапах открытую книгу? А когда Венеция начинала войну, как правило с османами или генуэстцами, флаг менялся на военный, книга закрывалась, а в руках у льва появлялся поднятый меч. Это символизировало, что во время войны любые мирные занятия прекращались и все усилия должны были быть направлены только на защиту республики, поскольку в случае поражения уже не будет возможности читать книги или заниматься какими-либо другими делами. Интересно, что современный флаг Филиппин также имеет военную версию. Он отличается от мирно перевернутым порядком полос. В мирное время наверху синяя полоса, а когда Филиппины находятся в состоянии войны, наверху оказывается красная полоса. Тут же можно пошутить, что и у Франции тоже есть свой флаг на случай начала войны. Но мы не будем этого делать. Факт номер 5 Из-за войны на Донбассе мир лишился известного оперного певца, который взял себе подзывной в честь любимой Арии из оперы Фауст. Василий Слепак родился во Львово и уже с 1996 года выступал в лучших европейских и мировых операх. С начала Майдана в Украину он вернулся на родину и был сначала волонтером, а с началом войны на востоке Украины решил принять уже непосредственное участие в качестве бойца 7 батальона добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», в составе которого он отправился на Донбасс в 2015 году. После окончания войны на Донбассе исполнитель планировал вернуться в Париж и продолжить карьеру вокалиста, но утром 29 июня 2016 года Василий Слепак во время атаки в районе Дебальцево-Луганское был смертельно ранен снайпером. У Слепака был позывной «Миф», сокращенный от Мефистофеля, его любимой Арии из оперы Фауст. Для многих он стал голосом войны, но, по словам самого Василия, пел он в последнее время гораздо реже, чем стрелял. Факт номер 6 Японский эскадренный миноносец DDH-143 имеет название «Сиране», и можно сначала подумать, что он назван в честь военного летчика ВВС императорского флота Японии Аяо Сиране. Но на самом деле он назван в честь активного вулкана неподалёку от посёлка Кусацу в префектуре Гумма. Чтобы отвести от себя подозрения и обвинения в почитании героя Японской империи, которой в послевоенной Японии довольно неоднозначные отношения, второй миноносец из этой же серии назвали Курама. И тоже не в честь Девятихвостого из аниме Наруто, а в честь одноимённой горы и района к северу от Киото, имеющего большое культурно-историческое и культовое значение. Идея заключалась в том, что два одинаковых корабля были названы в честь гор, а не в честь милитаристского лётчика и демона из аниме. Так что всё нейтрально и справедливо. Для пущей убедительности тогдашний министр обороны Син Канемару даже заявил, что он сам родился в городке Сиране. И этот миноносец назван не только в честь вулкана, но ещё и в честь его родного городка. Но всё это всё равно выглядит скорее как оправдание, что миноносец Сиране назван в честь чего угодно, но только не Аяо Сиране. Факт номер семь Про польских крылатых гусар знают многие, но вот что насчёт их знаменитых крыльев? Учёные до сих пор ломают копии о том, для чего на самом деле использовалась такая необычная деталь внешнего вида гуса. Среди самых популярных теорий, чтобы пугать вражеских лошадей своим шелестом во время движения, чтобы пугать вражеских лошадей своим непривычным видом, для дополнительной защиты спины от ударов, чтобы предохранять гусара от аркана. Однако на данный момент принято считать, что все эти теории по отдельности не выдерживают критики, и на самом деле крылатые гусары носили свои крылья только для красоты, а если и для устрашения, то не вражеских лошадей, а самих врагов. Также стоит заметить, что привычные нам по кинематографу огромные парные крылья, которые крепятся к спине и возвышаются над головой всадника, появились ближе к концу 17 века, в годы последних серьёзных побед гусаров. А до этого у одного гусара за спиной, как правило, было всего одно скромное крылышко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok